Сегодня затронем Маврика и пройдем по его гаджету, а точнее насколько он может быть полезен в ситуациях, когда забанили Тетчера или Термита. Я собрал немного интересных трюков с Мавриком, которые помогают совершенно в разных ситуациях и на разных картах. Все места видео условные, как и где пользоваться подобным на ваше усмотрение и кстати стоит ли вообще пользоваться чем-то из видео тоже. Изначально планировалось нечто более глобальное из многих ситуаций в рейтинге, которыми я сам лично пользуюсь. Не всегда, удачно правда. Некоторые фишки я взял с реддит для полноты картины, многое присылали или рассказывали наши зрители. Про пил люк из 4 дырки я кстати так и не понял как делать и актуально ли это вообще еще неизвестно. И в общем трюков набралось немало на самом деле. Но проблема в том, что большинство из них стало просто не актуально после недавнего патча, где Маврику увеличили громкость горелки. И теперь так называемые сайлент пропилы через баррикады или еще что-то уже не актуально. И повторюсь, видео получилось больше сосредоточено на то, что можно сделать при помощи Маврика, если забанили Тетчера или Термита. Но перед тем как мы начнем, буквально полминутки вашего внимания. Думаю старички по любому в курсе прекрасного канала Dark Brother Studio. А вот если ты новичок, то обязательно следует познакомиться с коллективом этих ребят. Они делают различные видео по осадке и не только. Монтаж, озвучка, фотажи на высшем уровне. А самое главное, ребята постоянно затрагивают острые для нас темы, где ты можешь поделиться с ними своим мнением, которое по любому будет услышано. Ссылочку на ребят оставлю в описании, а также вы всегда сможете найти их справа на главной странице нашего канала. Еженедельные стримчики кстати тоже присутствуют, поэтому лично тебе, Пупсик, крайне рекомендую к ознакомлению. Ну что, а мы пока начнем от самого простенького, это пропил люков. И к концу видео самое сложное по контуру бандита. Я знаю только два варианта, как безопасно для себя, да и вроде как максимально быстро пропилить люк. Из возможных вариантов. Пробовал разные и по центру, и отдельными точками выжигая крепление, не получилось у меня нужного результата. Поэтому покажу два самых простых варианта, которыми сам пользуюсь. Пропил по контуру, это когда вы просто пилите квадрат на самом люке по краю. На третьей стороне люк поддается и проваливается. Это самый безопасный вариант. Главное пилить от себя постоянно, и так вас не смогут прострелить снизу в ваши же отверстия. Второй вариант увидел на пролиге. С одного бока пропиливаем в два ряда защитные укрепления, и потом ведете так же, как в первом варианте, только по любой из соседних сторон. Люк так же легко проламывается. Дроны. Ситуации разные бывают. Иногда они разведают из-за джаммеров мюта, к примеру. И тут подходит один очень простой трюк с пропилом. Вы можете пропилить полоску по полу, конечно, а можете сделать одним кликом в любом месте дырочку. И во время прыжка дрона просто повернуть его боком, и он спокойно проскочит в любой пропил от горелки Маврика. Если же не поворачивать дрона, то, естественно, он не помещается и проникнуть не получится. И, естественно, это касается только не наэлектролизованных стен. Касловская баррикада. Относительно редкое явление, но все же иногда именно она является подлым ограждением от победы. Не хватило времени, пока стучал по ней и раунд проигран. Так вот, Маврик расправляется с ней очень быстро. Даже если кто-то будет пытаться простреливать вам по ногам, вам не составит труда сломать ее при помощи горелки. Максимально безопасно для себя. Не нужно делать никаких особых движений, просто проводите полоску сверху креплений и немного вниз по краю, и баррикада моментально рассыпается. Дальше идем на самое сложное. Это борьба с бандитом. Если бандит заранее не установил опыты и ждет с ним в руке, то можно сделать небольшое отверстие в стене сверху и прокинуть ему несколько флеш-гранат. Даже если стоит сок егеря, рядом у вас целых три штуки и сок сожрет только две. И последнее по-любому заслепит бандита, как бы он не отвернулся, потому что упадет с ним вплотную. Либо же ему придется отбегать от стены, тем самым он скорее всего не успеет вернуться и установить УПТ под термитовский заряд. Тут главное, чтобы термит не проворонил этот шанс. Конечно же придется их взять вместо мины клеймор. Поэтому, наверное, имеет смысл прибегать к такой тактике, если вы собираетесь пилить уличные или гаражные стены. Также, если термита нет, то можно за время ослепления успеть пропилить дырку и убить только отошедшего от ослепления бандита. Удаление полностью металлического укрепления со стены. Старый трюк, который почему-то довольно редко используют. Достаточно сделать две полоски сверху и снизу стены. Во всю ее длину и металлический каркас укрепленной стены рухнет и останется только пробиваемое основание. Полезный трюк, когда, к примеру, забанили или просто не взяли термита, или, может, убили на респе. В общем, когда альтернативы нет. Или же нет течера, а на другой стороне стоит паукаида или УПТ. Если это стены, где нет возможности закинуть канат, то всегда проводите сначала полоску пропила сверху, а потом уже снизу, чтобы не получить по ногам от защитников. Еще одно. Самое главное – хорошо пропилить края стены. Если вы немного не допилите края укреплений, то стенка не обломится, и потом уже будет трудно вернуться на начальную позицию. И поскольку обычная стена остается, желательно иметь при себе какого-нибудь бака, зофию или эш. Поскольку расстреливать из обычного оружия стенку достаточно проблематично. И плюс ко всему, несущие балки ломаются только от взрывов и дробовиков. На примере пропила КАЗ в клубе есть много вариантов, как обойтись без термита или течера. Также, к примеру, на пролиге используют интересную фишку в три оперативника. Мы, кстати, это в рейтинге тоже реализовывали, для команды вообще не сложно. Маврик пилит полоску снизу, вдоль стены, до ближайшего УПТ или джаммера мьюта. В это время его обязательно кто-то прикрывает на канате и простреливает туда, где пилит Маврик. Таким образом, он устраняет гаджет защитника и убивает тех, кто будет ползать в попытке убить Маврика по ногам. Когда гаджет, мешающий пропилу, устранен и условный бандит уже не может подойти к стене, потому что ваш напарник простреливает этот пропил, термит, повистов на канате, устанавливают пробивной вверх ногами, специально, чтобы не подставляться. Единственное, что может законтрить такой пропил, это если кто-то смекнет прокинуть импакт гранату снизу в пропил от Маврика, и она, взорвавшись, устранит пробивной термита. Но, честно, ни разу подобного не встречал. Дальше бак или фича, не знаю. Присутствует он давно, но не пользуется популярностью. Как оказалось, пока Маврик видит пропил в любом месте укрепленной стены, бандит не может установить УПТ. Установка тупо сбивается. Я не знаю, как это работает, но факт остается фактом. Как только Маврик останавливается, УПТ спокойно ставится. А вот термит, как раз наоборот, спокойно в этот момент может ставить свой пробивной. Если бандит заранее не установил УПТ, то пока Маврик просто ждет стену в любом условном месте, желательно над головой термита, спокойно делает свою работу. И бандит никак не может ему в этом помешать. Такая забавная физика в игре, ребята. Давай, все. Идите там сбоку с хуек. Одна горелка осталась. Давай. Опа-по-по! Один оперативник еще жив. Враг нашел заряд. Главное, сохраните угрозу. И последнее. Пропил полукругом от непробиваемой стены. Занятие, конечно, опасное. И опять же, нужно, чтобы кто-то желательно заранее снял неукрепленный слой стены. Вы пропиливаете полукруг рядом с несущей стеной. Таким образом получаете проход, в который оперативник спокойно перепрыгивает внутрь. Естественно, если стена будет под напряжением, вы получите незначительный урон. Но несмотря на это, иногда в отсутствии альтернатив даже такой пропил может дать вам выигранный раунд. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и лайкосики под видео. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.